Большой, почти квадратный боксер, хотя весовая категория до 69 килограммов, первый средний вес, но Брэндич вышел и, ничтоже сумнявшийся, в третьем раунде отправил Байсангурова, который не был, по-моему, полностью готов к этому бою в нокдаун, а в пятом раунде завершил бой досрочно. Это, конечно, надломило Байсангурова в тот период, он долго восстанавливался, но после этого провел уже раз, два, три, четыре боя, во всех победил, один бой с Эрмоусолом Альберем, он провел даже полностью все 12 раундов, а в последнем поединке закончил досрочно бой в пятом раунде. Его теперь, его соперник Евгений Монтеро, боксер из Португалии, как я сказал, о нем мало что известно, вы знаете, ну, есть, конечно, количество боев, количество побед, не внушают особенное почтение. 16 побед, 8 нокаутом, и 13 из них поражений, три раза тоже досрочно. Ну, а вот Заурбек Байсангуров, российский боксер, родом он из Самашек, живет постоянно, ну, живет в Очко-Имартане, часто тренируется в Украине. Там на контракте, вы видите, на майке портрет президента Чеченской республики, отдает должное Байсангуров, как и многие в Чечне, да, Рамзану Кадырову. Но надо сказать, что это не просто так, потому что Рамзан Кадыров является, помимо всего, еще и президентом федерации бокса в Чечне, и лично для Байсангурова он делает много. Ну, такой, чеченский боксер, хороший, на виду, считается любимчиком, почему бы и не сделать. А вот крупным планом Геннио Монтеро, посмотрите, но такое впечатление, что он недавно участвовал в таких-то боях, очень тяжелых. И посмотрите, у него на лице явные следы очень тяжелых поединков. Последний бой он проиграл нокаутом во втором раунде, шестирамдовый бой был. Ну, он проиграл Хакиму Чилоу Йоу-Ю, тоже турецкому боксеру. А вот нам представляют Зорбека Байсангурова. 24 победы, 23 победы за четырех боях, 17 нокаутом и одно вот то поражение, о котором я уже вам рассказывал. Ну, вы знаете, здесь даже можно не смотреть в интернет или изучать какую-то статистику, чтобы понять уровень того и другого боксера. Во-первых, Зорбек Байсангуров намного моложе своего соперника, это раз. Во-вторых, он на два с половиной килограмма легче своего соперника и за два. Какой же менеджер или тренер отдаст своего боксера на бой с соперником намного тяжелее, чем... Да, но тут уверены, конечно, в силе. Зорбека, посмотрите, невысокий, да, совершенно португалец, но такой тоже плотный, чем-то немножко напоминает того американца Брендриджа, который тогда победил Зорбека. Ну, я надеюсь, сейчас Зорбек будет предельно собран, но таких ошибок уже не допустит. О нем вообще начали говорить, я имею в виду о Байсангурове, в 2006 году, когда он провел очень яркий поединок против бывшего чемпиона мира Марка Антонио Рубио, всем хорошо известного боксера. И победил тогда в Харькове был этот вечер, и неожиданно для всех Байсангуров выиграл. После этого он уже дрался за звание чемпиона Европы, выиграл тяжелые бои, особенно против турецкого боксера Байрама Хусейна, но после этого, я говорю, вот произошла та осечка в декабре 2008 года. Посмотрим. Постепенно снова набирает свою форму, постепенно снова движется к вершине Зорбек. Собственно, возраст это позволяет, упав, подняться снова и достигнуть самых больших высот. Но такая весовая категория, знаете, где очень много сильных боксеров. У нас тоже здесь были и есть, собственно, еще продолжает драться Роман Кармазин. Он так то в 72 перейдет, то снова опустится в свой коронный 69. Но тоже, в общем-то, надо признать, что карьера Романа подходит к концу. Может, год, может, чуть больше осталось ему еще провести в ринге. Посмотрите, что творит португалец. Такие финты, убрал руки назад, наклонился, пошел вперед. Очень низко, очень низко. Наверняка сейчас скоро получит замечание от рефери. Ну, а лично мне... Ну, опасно, вот такой человек, понимаете? Он опускается, потом снизу откуда-то рука летит, и вдруг эта плюха попадет. Там так же летит и голова, так же и летит и локоть. Но лично мне импонирует манера ведения боя Басангуру, потому что очень четко поставленная техника, великолепная тактика. И, мало того, он силен физически, но и с характером у него все в порядке, конечно. Сам настоящий бойцовский характер. Такой легкий анализ, но пусть это не будет выглядеть каким-то образом обидно для Заурбека. Сам настоящий бультерьер, если он цепился, он не отпустит до конца. Ну, вот португалец что-то все-таки пытается сотворить. Немножко так грязновато идет вперед. Здесь надо быть очень аккуратным, потому что и внимательным, чтобы не получить рассечение. Я бы назвал этот стиль стиль обезьяны, скорее всего, потому что непонятные мне движения, как будто человек пришел сюда не из бокса, а из какого-то другого вида спорта. Вполне возможно. Хотя в его послужном списке-то все-таки немало боев. Ну, 29 проведенных поедей. Целых 29, конечно. Ну, пора научиться боксировать. И побед чуть-чуть больше на 3. 16 побед, 13 поражений. Но бьет размашисто, посмотрите. Ну, техники тут никакой совершенно. И ниже пояса, да. Техники никакой совершенно. Бьет, открывается при этом сам. Но я говорю, опасность, на мой взгляд, единственная в том, чтобы не получить рассечение. Чтобы голова этого Евгения Монтеера... Ну, как бы то ни было, он очень неудобный боксер для Байсянгурова. Неудобный, непредсказуемый. Может быть, на первые там несколько раундов. Тем не менее, нервы-то он потрепет. Но, мало того, он может доставить еще и травму. Вот я об этом и говорю. Ударить головой, ударить локтем или чем-то еще. Закончился первый раунд. Мне кажется, Байсянгуров пока еще не поймал свою линь, не нашел вот те главные действия, которые он должен проводить в ринге. Так, пытается определить, кто же перед ним. Хотя, вы правы, очень трудно определить, кто перед ним, когда боксер вот такого стиля. Если это можно назвать стилем, как Евгения Монтеера. Здесь сложно что-то подсказать. Здесь боксер должен сам для себя понять, как ему дальше боксировать. Конечно, нет смысла поднимать никакой темп. Это всего лишь начало поединка раз. А поединок, напомним, восьмый раунд, да? Да и не попадешь с первого и со второго удара соперника. А там дальше можно завязнуть на средней близкой дистанции, то есть в клинче. Или пропустить какой-то непонятный удар. Не кулаком, а чем-то еще. Тут надо очень четко выдержать свою дистанцию. Замучить боксера на этой дистанции. Зафинтить его и, наверное, уже потом. Уже потом ловить те моменты, куда уже нужно точно бить. Не надо бить точно в голову, нужно бить туда, куда уйдет эта голова. Может быть вправо, может быть вниз. Я думаю, что в последующих раундах так Заурбеки сделает. Давайте пока посмотрим. А может стоит даже чуть-чуть отдать инициативу, чтобы португалец пошел вперед, и тут-то его как раз и поймать. Потому что тот идет совершенно забывая о защите, когда пытается... Как широко стоят ноги у португальца, ведь ничего, с такого положения вообще ничего не сделаешь. То есть он изначально находится в защите. Он не пойдет вперед. Если даже он не пойдет, он не сможет сделать резко, скажем так, сократить дистанцию очень неожиданно. Он просто стоит очень плотно на ногах и ждет, когда аж пойдут на него, чтобы как-то смягчить атаку соперника и что-нибудь такое придумать, чтобы его каким-то образом уколоть, что ли. Нет надежды у него самого, да и у нас, что он может сбить сильным ударом заурбека с ног. Очень уж неудобно он стоит для себя на ногах. Ну, мне кажется, сейчас... Посмотрите, еще интересная деталь, да? Мы в самом начале отметили такие явные следы недавнего тяжелого боя. Следы на лице у португальца. Ну, вот я смотрю статистику. Он последний свой бой провел 12 декабря 2009 года. Что, это уличная драка? Откуда такие синяки? Ну, возможно, это... Или такие сильные спаррик-портеры. Эти следы остались после тех боев, которых он уже провел. А их было, так, между прочим, 29. Мало ли, все бьют по-разному. Возможно, синяк не проходит и полгода, то и год. Ну, давайте забудем о синяках. Посмотрим, что же будет делать дальше Заурбек. Не форсирует он, не форсирует, пытается все-таки... Сказать честно, Борис, все-таки очень неудобный этот соперник для Заурбека. Нерв-то он помотает еще немало. И сейчас я смотрю на Басенгурова, он злится на себя. Он пока еще не понимает, как боксировать. Он готов сделать хоть что своим соперникам, но не может. Он там несколько ударов впустил. Один даже явно, в общем-то, не попал, правда, четко. Но в нарушениях сбил по затылку. Но вот нужно вот держать эту дистанцию, вообще не отходить, не подходить. Просто атаковать с этой дистанцией. А лучше всего атаковать немножко ниже, в грудь. Потому что его соперник постоянно нагибается вниз. Вот просто не подходить и не отходить. Запереть его в угол и работать. Запер, ну, секунду. Ну, неправильно, неправильно. Действует Заурбек. Это мне непонятно. И как же он так не может приноровиться к такому боксеру? Ну, всегда бывают неудобные, корявые соперники. Вы знаете, что он для техничных представителей, вообще во всех видах спорта в учреждении. Вы знаете, что я по-новому, Борис? Когда ты попадаешь вот такой корявый, какой-то непонятный заперник, то ты не знаешь, что с ним делать в целом. Потому что ты привык работать, там, играть против, или драться против. Человек, который, в общем-то, тебе равен. Ты понимаешь, что он делает. А когда человеку такой, непонятно какой, всегда бои получаются не очень простые. Борис, я подумал о том, он все-таки на теле Монтейра немало татуировок, да? Может быть, придумали такие гематомы татуированные? Вот сделал раз навсегда, и все. Ну, ладно, что есть, то есть. Хватит уже об этих страшных гематомах. Ну, так очень не по-настоящему они на самом деле выглядят, хотя последний бой он провел аж год назад. Интересно еще, в какой физической форме. Потому что, ну, первые раунды, да, держатся, какой-то определенный темп поддерживает. А что будет дальше? Ну, вот Заврубек все-таки выбрал тактику и правильно сделал. Вообще нельзя отпускать соперника из угла. Нужно прессовать и прессовать его. Не подпускать к себе и не подходить слишком близко. Потому что...